В поисках идеала В этот раз в поисках идеала, но бездорожье как дома. Land Rover Defender — внедорожник, на котором можно объехать весь мир. Более 60 лет он пробирается через грязь и слякоть, и даже самые крутые подъемы ему не страшны. Немецкое средство против труднопроходимой местности — многоликий G-класс, ныне имеющий множество модификаций от выносливого работяги до роскошной версии АМГ. А еще легенда российского автопрома «Лада Нива» теперь зовется «Лада Тайга», что может предложить миру самый недорогой внедорожник об этом в программе «В поисках идеала». В поисках идеала Грязь, слякоть, крутые склоны — любители бездорожья здесь в своей стихии. Кольцевой трек Трофи-парк в немецкой коммуне Лангенальдхайм в 130 километрах к северу от Мюнхена имеет солидную хоть и противоречивую репутацию. В мире не так уж много машин, которые могут проехать по этой требовательной местности даже на пределе сил. Однако для ленд-ровера «Дефендера» здесь просто райское место. Британец с ласковым прозвищем «Лэнди» давно стал легендой бездорожья. Это один из немногих автомобилей, которые прекрасно себя чувствуют в самой сложной местности. ДЕФЕНДЕР 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 Его возможности действительно безграничны. застрявший «Дефендер», как правило, исключительно заслуга или, скорее, вина водителя. Там, где другие останавливаются, он, благодаря постоянному полному приводу, понижающей передаче и блокировке межосевого дифференциала, просто едет дальше. С глубиной преодолеваемого брода в полметра нынешний уровень воды в Лангенальдхайме ему не страшен. Хотя пересечение незнакомых водоемов рисковано даже для «Дефендера». ДЕФЕНДЕР Переключаемый режим передач позволяет «Дефендеру» забраться почти на любой подъем. Пониженная передача обеспечивает максимальный крутящий момент даже на низких скоростях. «Дефендер» — автомобиль с поистине длинной историей. И по сей день он остается верен своим идеалам. Впервые он был представлен мировой общественности 30 апреля 1948 года на автошоу в Амстердаме. Других моделей еще не было, поэтому назывался он просто «Лэндровер». Мир нуждался в таком работяге — брутальном вездеходе, который благодаря полному приводу используется и в сельском хозяйстве, и в экспедициях по всему земному шару. Экспедиция в пустыню Калахари. Сингапур. Сингапур. Будучи на грани банкротства, братья Моррис и Спенсер Уилксе, главный дизайнер и генеральный директор компании «Ровер», решили разработать проект доступного и надежного автомобиля. Сталь после войны была в дефиците, поэтому в дело пошел более дорогой алюминий. И нержавеющий корпус стал одной из причин успеха «Лэндровера». С тех пор он покорил весь мир. Если где-то нет хороших дорог, туда едет «Лэндровер». В деревне он заменит трактор, с подъемной платформой сойдет за пожарную машину. Для этого ветерана не существует недоступных мест и грязной работы. В чрезвычайных ситуациях его доставляют по воздуху. В наше время нет автомобиля более британского, чем проверенный временем «Лэнди». Никто не доказал настолько свою верность короне и традициям. Только с 90-го года уже четвертое его поколение получило название «Дефендер». Привычные заклепки, прочные передние и задние оси, угловатый силуэт и никаких лишних деталей, которые могли бы поломаться. «Лэндровер» знает своего покупателя и остается верным себе. До сих пор никаких подушек безопасности даже за доплату. Надежная шестискоростная механическая коробка передач и самое главное — рычаг включения пониженной передачи и блокировки дифференциала стоит во всех «Дефендерах». Для улучшенной боковой поддержки можно докупить ковшеобразные сиденья от «Рикаро». Новый дизельный двигатель соответствует экологическому стандарту «Евро-5». Предел скорости поднялся со 132 до 145 км в час. Двигатель четырехцилиндровый, мощный 122 лошадиные силы, крутящий момент 360 ньютон-метров. Пересеченная местность для «Дефендера» просто праздник. Однако, к сожалению, всему приходит конец. «Лендровер» готовится свернуть производство внедорожника после 67 лет успеха. Так что желающим приобрести этого несокрушимого динозавра лучше поторопиться. А «Мерседес G-класса» представляет собой культовый внедорожник, который с годами становится все более похожим на спортивный автомобиль. В поисках идеала «Мерседес-Бенз» G-класса. Экстремальный внедорожник, успешно продающийся уже более 30 лет. Модель G63 AMG – одна из топовых моделей традиционной серии. 544 лошадиные силы, V-образный восьмицилиндровый твин-турбон на 5,5 литров и разгон до 100 за 5,4 секунды. Однако, к этим характеристикам «Гелендваген» шел более 30 лет. В 1979 году автомобиль G-класса стал первой машиной этого типа, сошедшей с конвейера «Мерседеса». W460 был одним из лучших в мире вездеходных автомобилей и рекламировали его чрезвычайно уверенно. Новый внедорожник от «Мерседеса» доступен с двумя вариантами колёсной базы и тремя вариантами кузова. Посмотрите, например, на этого красавца. Короткая колёсная база 2400 мм, а у этого длинная база 2850. Разница налицо, и конструкция совершенно другая. Именно. Это внедорожник от «Мерседеса» с длинной колёсной базой и с кузовом «Универсал». И при том четырёхдверный. Кроме того, выбор двигателей больше, чем у любого другого внедорожника. От 53 киловатт, то есть 72 лошадиных сил, до более чем 110 киловатт, а это 150 лошадиных сил. Есть четыре различных привода. Давайте же проверим, каков он в действии. Охотно? Прошу. Внутри он выглядит вполне культурно. Думаю, мы с ним поладим. Правда, здесь только переключатели. Вам придётся подробно мне всё объяснить. А это не так уж сложно. Я всё вам покажу на бездорожье. Вы быстро научитесь. Ну, не знаю. Смотрите, на ровной поверхности меняйте передачи так, как вы уже привыкли. В движении приводится только задняя ось, как и в вашей машине. А на пересечённой местности включайте полный привод. Езжайте прямо туда. Думаете, мы сможем туда подняться? Разумеется. Мы можем ехать на склон до 40 градусов. В том числе и на эту гору. Преодолеваемый уклон 80%. Скажите, а как такой автомобиль ведёт себя на нормальной дороге? Сейчас увидите. Сверните туда. Комфорт на обычной дороге наряду с повышенной проходимостью важный фактор при разработке. Для его достижения «Геллендваген» прошёл множество испытаний. Для того времени они проводились с поразительно мощным техническим оснащением. Компьютеры из-за их веса пришлось вести в отдельной машине. Данные передавались по кабелю на записывающие устройства. Отдельной проблемой для разработчиков было создание шасси. Все швы проверялись на длительную стойкость в грязи. Полный привод испытывали в глубокой грязи. Он справился. Он отлично ездит по траве, грязи и камням. А как насчёт других поверхностей и, скажем, песка, может ли он ездить в пустыне? Разумеется, эти автомобили прошли испытания в пустыне при экстремальных условиях. Это только одно из многих сложнейших испытаний, каждое из которых они прошли блестяще, подтвердив высокое качество «Мерседеса». Ну как, я не слишком много вам наобещал. Наш маленький тест-драйв был довольно впечатляющим. Или нет? Более 30 лет спустя. Гелендваген стал выглядеть более современно, но по-прежнему узнаваем. Угловые очертания остались прежними. Основное отличие – W463 создан для комфорта. Более того, в этой модели есть практически всё, что нужно для езды по бездорожью. Полный привод, три механизма блокировки дифференциала, пониженная передача, жёсткие оси и 21 см дорожного просвета. Благодаря этому автомобиль G-класса покоряет и крутые склоны, и водоёмы глубиной до 60 см. Более 230 тысяч машин, проданных за 34 года, говорят сами за себя. Основные рынки – Америка и Ближний Восток. Наибольшим спросом там пользуются дорогие модели. Прекращение производства не планируется. На примере топовых моделей разных поколений видно, насколько выросли цена и характеристики. Мерседес G-класса 79 года до 150 лошадиных сил 110 киловатт и до 39 тысяч марок. 2012 до 612 лошадиных сил 450 киловатт и до 265 тысяч евро. Как показала практика, G-класс многогранен и имеет множество применений. даже Папу Римского возят на Гелендвагене. Однако одна из моделей особо выделяется. Это новая модификация G-63 АМГ. G-63 АМГ 6х6. Внедорожный монстр. Три оси с распределением крутящего момента 30-40-30, пять механизмов блокировки дифференциала и 37-дюймовые колеса. Эта шестерка способна преодолевать самые разные препятствия. Знаменитый двигатель АМГ 5,5-литровая восьмерка Твин Турбо может разогнать этого почти 4-тонного гиганта до 160 км в час. Это сочетание дает ему невероятные возможности. Способность преодолевать подъемы 100%, что соответствует углу в 45 градусов. Дорожный просвет на G-63 увеличен за счет портальных мостов. Вкупе с жесткими независимо подвешенными осями это обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью в любых ситуациях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Супер-Джи изначально был создан для выставочных залов, но Мерседес уже планирует вывести его на рынке. Причина высокий спрос и хотят за него штутгарцы ни много ни мало 451 тысячу евро. Субтитры создавал DimaTorzok еще один мастодон движется в совершенной ином ценовом сегменте. Незатейливый, без лишнего пафоса, но все же с изюминкой. В поисках идеала. В российской глубинке, примерно в тысячи километров на юго-восток от Москвы, в среднем течении Волги, делают маленькие, но очень стойкие и заслуживающие уважения внедорожники. Лада Тайга. Она впервые сошла с конвейера под названием Лада Нива в 1976 году и с тех пор практически не изменилась. И это не обязательно минус. Зачем менять то, что десятилетиями прекрасно проявляет себя в самых разных регионах мира и типах местности? Внедорожные возможности вне всякого сомнения. Трудно представить поверхность, по которой не смог бы пройти этот полный привод. Компактная россиянка с весом в тонну 200 может и не слишком похожа на рабочую лошадку, но кое-что она умеет. Тайгу тянет постоянный полный привод с пятью передачами. Тут есть и пониженная передача, и механизм блокировки дифференциала. Все с классической ручной активацией, но немного шероховато и словно застывшее во времени. Благодаря этому преодолеваемый уклон составляет 58%, что соответствует углу в 26 градусов. Считается, что Lada оборудована довольно скромно, зато выносливо и проста в ремонте. Однако, основа ее привлекательности превосходный баланс цены и мощности. Двигатель четырехцилиндровый, объемом 1,7 литра. Мощность 83 лошадиной силы или 61 киловатт. Крутящий момент 129 ньютон-метров. Максимальная скорость 137 километров в час. Цена от 11 250 евро. За эти деньги владелец получает простой и очень пластиковый интерьер. Подушка безопасности не положена здесь никому, даже водителю. Рычаги и переключатели, кажется, дышат на Ладен. Сервомоторы боковых зеркал и окон сломаться не могут по определению. Их просто нет. Добро пожаловать в прошлое. Усиливает ностальгию старая добрая телескопическая антенна на передней стойке. Двигатель громкий и ворчливый, однако соответствует стандарту Евро-5. Интересный факт. Тайга производится в России, однако номер шасси у нее немецкий, но об этом немного позже. Запасное колесо закинуто в двигательный отсек. Плюсы. Оно нигде не мешает и не пачкается. То же самое с домкратом. Любители простых решений особо оценят резиновый ремень. Сборка поражает простотой и практичностью. Пример легкости в обслуживании, сборки и разборки. Поворотники Лады держатся они всего на двух болтах. Дизайн Лады трудно назвать флагманским, а форму обтекаемой. Но ведь никто от нее этого и не ждет. К тому же все атрибуты роскоши на бездорожье могли бы только помешать. Водители Нивы делятся на две группы. Первые хотят получить удовольствие от внедорожника, которому все ни по чем. Их взгляд устремлен на сложную местность за окном, а не на дешевый пластик салон, который, к слову, почти не менялся с 76-го. Впрочем, как и технологии. Незамысловатость и суровость культовой россиянки ценятся второй группой — рабочими. В основном внедорожник нужен им по роду деятельности. Они используют Ниву на стройках, в лесу и в сельской местности. Вернемся в наши дни. Название «Лады» недаром поменялось с «Нивы» на «Тайгу». В 2013-м «Нива» была признана несоответствующей немецким стандартам прочности. Импортер «Лады» в Германии решил закупить всего тысячу машин и позиционировать марку как мелкосерийный автомобиль. Так он обошел все припоны к получению немецкого серийного номера для ходовой части. И теперь все снова в порядке. По сравнению с древней Нивой «Тайга» сделала немалый шаг вперед. От пресловутого образования раковин предохраняет герметизация полости и защитное покрытие днища. Тормозной усилитель должен быть лучше, рулевое управление точнее, а задний кардан прочнее. И важная деталь АБС как и полагается в заводской комплектации. Этот автомобиль новая классика, которая редко потребляет меньше 10 литров топлива на 100 километров и абсолютно несовременна. В полевых условиях она сильна и вынослива и даже в городе вполне удобна благодаря небольшим размерам и малого диаметра поворота. Ностальгический, небезопасный и не очень красивый автомобиль для индивидуалистов. Хорошо, что такие еще существуют. Производство русской версии SD-i-Media по заказу телекомпании Stream.